Вооружённое нападение в Запорожье. Грузовой автомобиль частных предпринимателей из Хмельницкой области обстреляли среди бела дня. Один человек тяжело ранен. В области объявлен план перехват. Все подробности знает Сергей Бордюжа. Инцидент произошёл около полудня на одной из промышленных окраин города. Преступники явно подстерегали жертву. Грузовой рефрижератор заблокировали двумя легковыми автомобилями, после чего открыли стрельбу. Из неофициальных источников известно, жертвой налётчиков стали трое предпринимателей из Хмельницкой области. Они привозили в Запорожье мясо. Продав товар, возвращались домой. Во время нападения у бизнесменов отобрали выручку. Предположительно 300 тысяч гривен. И тяжело ранили одного из них. Всё-таки зацепили один из крупных краеносных сосудов. Его жизни сейчас угрожает кровопотеря и болевой шок. Его оперируют. Если это всё будет локализовано, дальше будет жизнь. Я думаю, что всё будет в порядке. На месте происшествия криминалисты работали весь день. Нашли гильзу от ружья и пистолет Макарова. Оперативники, как и очевидцы, с прессой не общаются. Я вам уже объяснил. Всё без комментариев. Пожалуйста, всё к следователю. Он следователь, всё пояснит. Официальных комментариев от полиции пока нет. Всё так же из неофициальных источников удалось узнать. Нападавших было трое. И личность одного из них якобы уже установлена. В его доме прошёл обыск. На вопросы о личности подозреваемого соседи реагируют раздражённо. Вон есть полиция. Правоохранительный вор. Задавайте вопросы. У нас он не трогает. Отлично. Позже в СМИ появилась информация, что место, где скрываются подозреваемые, установлено. Силовики готовятся к штурму и ведут с ними переговоры. Но уже к вечеру в полиции эту информацию опровергли. Злоумышленники в розыске. В области объявлен план перехват «Сирена». Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности. Телеканал «Интер». Запорожье.